Лайв-студия начинает свою работу. Меня зовут Светлана Пензова. Здравствуйте. В 17.20 в этой студии говорим о марше спасенных собак, который совсем скоро состоится в Одессе. А в 18.30 не пропустите главное ток-шоу юга страны «Прожектор». Последние информации о нападении на одесского активиста Олега Михайлика. Важные спикеры. Спикеры и интересное обсуждение не только. Не пропустите. Сегодня из Одессы группа активистов выехала в Киев, чтобы принять участие в акции «Ночь на Банковой». С нами на прямой связи находится Михаил Кузаконь, председатель общественной организации политической партии «Народный рух Украины». Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько активистов выехало из Одессы в Киев? Автобус, большой автобус, то есть порядка 50 человек. Ну, чуть меньше, пару мест у нас. Свободных. Итак, полсотни одесситов едут в столицу. Расскажите, пожалуйста, с какой целью, чего будете добиваться? Ну, смотрите, едем мы, потому что общеукраинская акция на 6 часов запланирована. Мы уже возле Киева, прям уже, точнее, въехали даже в Киев, вот остановились. Общеукраинская акция, она назначена на 6 часов. Добиваться будем от власти того, чем она должна заниматься, на самом деле. В данных конкретных случаях наше требование – это немедленно установить заказчиков всех этих преступлений против гражданского общества Украины. То есть это за этот год, только за этот год около 40 нападений на граждан Украины, которые являются активными членами гражданского суспельства. Вот. Мы будем добиваться от центральной власти расследования, должного расследования, и нам нужны заказчики. То есть, если заказчиков нет, тогда возникает логичный вопрос, что эти заказчики связаны с действующей системой власти, или, по крайней мере, входят в круг интересов этой системы власти. Вот и все. Что запланировано? Как, собственно, будете добиваться то, что вы сейчас озвучили? Смотрите, акция продлится, она так и называется, то есть акция с пледами под администрацией президента. То есть она, как на мой взгляд, она носит такой упредительный характер, эта акция. И она больше, с моей точки зрения, направлена все-таки на то, чтобы наши цивилизованные партнеры обратили внимание на эту проблематику и повлияли на, скажем так, нашу власть. Потому что наша демократия, наши ростки демократии, они сегодня находятся в очень серьезной опасности. И те декларации, которые мы слышим с высоких трибун власти, они не соответствуют действительности, как мы видим. Спасибо большое. Мы вернемся к акции в Киеве во время ток-шоу «Прожектор». Уже сегодня следите. А сейчас к другой теме. В Одесском медицинском университете задержки с выплатами зарплаты стипендий. Деталь не узнаем у нашего гостя. Это Константин Аймедов, исполняющий обязанности ректора учебного заведения. Здравствуйте, Константин. Итак, появилась информация, что на сегодняшний день казначейство отказывается принимать платежки. Пожалуйста, объясните, как такое случилось, какая ситуация. Ну, я первое хочу напомнить, что вот та ухвала окружного административного суда Киева, которая вышла, и мы в прошлый раз говорили, в студии о ней, собственно, благодаря ей, в кавычках, можно взять собственные присутствия, все вот эти действия. И то, что и казначейство не имеет полного, так сказать, пакета документов для выплаты, и они просто боятся ответственности как бы брать лишнюю. И то, что и реестр единый висит, собственно, в том виде, в котором, конечно, он быть не должен. Какое основание, говорят, в казначействе для не выплаты? Что то решение суда, оно как бы не дает возможность МОЗу дать весь пакет документов, которые необходимы для права первой подсадки. То есть если, ну, я также напомню кратко всем, может быть, зрителям, что было решение суда, которое приостановило мои полномочия до срока их рассмотрения. То есть, ну, такая вот тоже уже, как бы, это не решение, это уже, так сказать, каламбур некий. И вот каламбур этот, он сдвинул как бы все и право первые подписи, то есть как бы подписи финансовые, и легитимность всех, так сказать, процедур, которые с этим взаимосвязаны. Вот и все. То есть я не юрист, может, я не скажу какие-то тонкости, но просто дело в том, что вот это вот решение суда, оно вызвало этот звиг. То есть когда я был в ООО без этого решения, мы выплачивали зарплату на несколько дней раньше. У нас на счетах ВУЗа есть эти деньги, у нас их как бы больше, чем надо, ту сумму, которую выплатить. Мы пытаемся с первых чисел этого месяца решить вопрос о зарплате. Завтра остался один день, когда, собственно, ну, мы хотели бы это выплатить, дабы мы укладывались в рамки закона. Получится, дай бог, не получится. Мы каждый день, мы юристы, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, казначейство, которое в Украине общее, которое из Киева. То есть все взаимодействуют для того, чтобы привести это в плоскость, именно легитимную и дать зарплату. Я так понимаю, что опасаются того, что в госреестре до сих пор указана фамилия ректора Запорожан. Она не до сих пор, она туда вернулась, потому что, опять же, благодаря ухвале суда, перешагнули через фамилию мою, вернулись в ту фамилию, которая была, человек, который уволен из, в общем-то, вуза. И нам в реестре говорят, ну, а мы, кого мы можем туда еще поставить, нам нужно тоже какое-нибудь решение. И мы уже как бы пытаемся, ну, каждый раз мы привозим какие-нибудь документы, говорят, да, хорошо, надо такое-то, такое-то. Это тоже идет процесс юридической работы. То есть действительно произошла огромная юридическая коллизия, которой раньше не было в Украине. Нет опыта. То есть вот эти вот службы, которые задействованы, они сами говорят, да мы за, но как, чтобы потом к ним не было опыта. То есть мы понимаем, что теперь суд и, может быть, как бы и в отношении их действий. Но, тем не менее, пострадали обычные люди, и студенты, и преподаватели. Никто не получил ни зарплаты, ни стипендии. Мать, это огромная глупость, потому что первым пунктом программы нашей было заявлено, что вот одна из комиссий последних, проверяющих ВУЗ, они указали, национальный университет не может иметь такие низкие зарплаты. То есть когда группка лиц, там, из человек 20-30 получают очень большие зарплаты, и 2000 человек, которые работают, они получают зарплаты ниже, чем регламентированно законодательство. Это, по-моему, 3200 гривен в месяц. А есть люди, которых было 2900. И не может заведующий кафедрой, там, клинической, доктор наук, профессор с педагогическим стажем и так далее регально, получают 5-6 тысяч гривен. Ну, это нонсенс. Ну, в национальном университете он должен получать 15-20 тысяч гривен, более. И когда мы заведующие комиссии это огласили, когда мы сказали, что, конечно, один из наших первых пунктов, как бы, наших действий, работы нашей в этом университете, это просто элементарно поднять зарплату дву уровню, которая соответствует и стандартам университета национального и является на сегодняшний день, ну, просто, как бы, минимально логичным. Университета есть деньги, университет зарабатывает деньги, университет достаточно большой спецфонд, который позволит это сделать. Ну, пока, получается, говорить о поднятии зарплаты не приходится, хотя бы о выплате, уже не своевременной, но не с такой большой задержкой. Это карта, разыгранная нашими оппонентами. Они говорят, мы платили мало, но стабильно, а вот новые пообещали вам много, но не платят даже то, что было. И люди по нынности свои ходят и говорят, а когда же дадут деньги? И мы рассказываем всем, с чем связано. Действительно, люди понимают, верят, но людям надо жить и кушать каждый день. А сколько дней задержка выплат? Ну, мы пока не смогли тогда аванс выплатить, то есть, как бы, задержки в зарплате еще нет. То есть, завтра есть еще день. То есть, по сути, завтра есть еще день, то есть, сейчас нет. Ну, просто уже у людей началась паника, потому что аванса не было, как правило, больше часа дронников его, сумма не большая, это 30% зарплаты. То есть, для университета и, как бы, той суммы, которая на счетах, это, ну, минимум. Но, тем не менее, у людей началась паника и началась волна. И мы всем рассказываем, поясняем, что, ну, не мы, мы хотим ее дать. Более того, хотим в будущем дать ее больше, просто сделку. И если можно, ситуация в медицинском университете вот за эту неделю в целом? Ну, то же самое двое власти, несмотря на четкую заказательную базу, которая в Украине должна работать, она не работает. То есть, есть какие-то решения, и нет их практического воплощения. Есть самопровозглашенная власть, которая сегодня попробовала еще один раз сделать какой-то свой сбор, не укладываешься в правовые нормы. Слава Богу, людей пришло туда уже очень мало, уже с какими-то спортивными, так сказать, лицами туда привезенными, охраной, тех персоналом вуза. И просто все, кто шел мимо, стали, ну, быстренько зайдите в зал для картинки. Ну, сотню людей каких-то там они собрали. То, что сейчас идет речь, что был кворум, совет. Во-первых, это не был совет, потому что, так сказать, ученый совет совершенно по другим правилам идет сбор. Во-вторых, даже если уже по головам сидящим в зале пересчитать, можно просто как бы ради интереса сделать, потому что было СМИ и сняло полностью зал. 23 человека из 64-х. И уже оппоненты говорят, у них был кворум, и они приняли решение об изменении устава университета. То есть просто несколько спортивных лиц, несколько лиц, которые занимаются хозяйственной функцией в вузе, придумали, что уже надо изменить устав в вузе. Ну, опять же, получается, это такая вторая жизнь университета, или они все-таки реально влияют на действительность в университете? Понимаете, идет именно саботирование. То есть вот эти решения судов, они дали возможность действительно вот такого уже социального напряжения. Отдельные люди, которые зависимы от оппонентов тех, или там запугивались им, или просто им рассказывали какие-то там художественные, так сказать, вымыслы и сказки. И люди верят еще, потому что привыкли верить 20 лет, и привыкли, что вроде как сказали, ну так иначе. Вот эти люди, как бы, они где-то делают то, что им та действующая группа вот этих лиц, они где-то делают. Из-за этого происходит, конечно, в работе вуза нарушение. Ну, процесс идет, а вот уже там какие-то кадровые моменты, финансовые моменты, конечно, они не выполняются так, как нужно. Естественно, каждый день занято, чтобы их восстановить, но пока не все выходит так, как этого хочется. Спасибо. Это был Константин Амедов, исполняющий обязанности ректора Медуниверситета, с последними новостями из этого учебного учреждения. Но мы переходим к другим новостям. В Одессе девушка устроилась на работу в банк, и в первый же день работы ограбила его. Устроившись с кассиром, она похитила 100 тысяч гривен. Злоумышленница начала работать в банке в Малиновском районе Одессы, попав на собеседование через объявление о приеме на работу. Четыре дня она стажировалась, втиралась в доверие, и в первый день самостоятельной работы кассиром украла деньги из кассы. Правоохранители установили личность девушки. Ею оказалась 24-летняя одесситка, которая уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Конец эпохи. В Одессе с 1 января следующего года полностью отключат радиоточки. Связано это с тем, что ими пользуется ничтожно малое количество одесситов, порядка 2000, а это всего 0,2% от общего числа горожан. Затраты же на поддержание радиоточек увеличиваются. Поэтому с начала 2019 года они окончательно исчезнут из квартир. Отметим, что впервые радиоточка в Украине была установлена в 1925 году и считалась самым надежным способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Буквально через несколько минут лайв-студия продолжится темой спасения животных, в частности собак. А в 18.30 не пропустите ток-шоу «Прожектор». Оставайтесь на седьмом.